Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Меня беспокоит иррациональное чувство вины. Уже давно у меня с детства невроз навязчивых состояний, повышенная тревога. Дело в том, что, когда мне было 13 лет, мы жили с родителями в однокорной комнатной квартире, и однажды я стал свидетелем их интимной жизни. Это нанесло мне травму, так как я не знала толком про это, и родители не смогли мне нормально объяснить ситуацию и извиниться за то, что я стал свидетельницей таких сцен. Теперь я сама, значит, имея ребёнка, «Боюсь, что я плохая мать», когда, получается, речь заходит об интимной жизни. И вы здесь описываете, получается, поведение своё, похоже, в общем и целом, на поведение родителей. Вот. То есть вы пишете, как бы, о том, что вот, в силу обстоятельств, вы так же вынуждены вести интимную жизнь, как бы, находясь в одной их комнате уже со своим, получается, ребёнком, но при этом вы, значит, ни разу ребёнка не будили, контролировали, чтобы ребёнок не проснулся и не травмировался. Но иррациональное чувство вины вас беспокоит, и вы осознаёте, что ребёнок ничего не видел, но при этом, а вдруг она что-нибудь увидела бы и не проходит, и то, что вы плохая мать из-за этого. Ну, смотрите, вам было 13 лет. Вы стали свидетельницей интимной жизни родителей. Родители не смогли, как говорится, как вы говорите, нормально вам объяснить и извиниться. А что они вам сказали? Они вам, получается, сказали что-то, за что вы чувствовали, почувствовали, точнее, себя виноватой. Правильно? А вы почему-то думаете, что это плохо? Ну, в смысле, вот, такие сцены – это плохо. То, что вы стали свидетельницей таких сцен – это плохо. И почему-то вы требуете от родителей извинений. Вот. Я бы, конечно, как-то больше в этом направлении посмотрел. То есть вы обвиняете своих родителей за то, что они, получается, как бы поставили вас в неловкое положение, в неловкую ситуацию. Да? Ну, вероятно, вероятно так это получается. Ого. Родители же вам, получается, дать обратную связь какую-то не смогли, и вы решили, что, вот, то, что вы видели – это что-то очень плохое. Я бы сказал, что в целом здесь присутствует некая проблема доверия. И я бы сказал, что, вот, личные границы как-то они нарушены между, например, вами и родителями. То есть я бы сказал, что присутствует некая идеализация, да, и некая попытка, вот, в родительскую позицию уйти, что называется, полностью, да. То есть мы не люди, да, а мы родители. Вот. Какая-то такая история. История здесь получается. И, на мой взгляд, вы позиционируете себя так же. То есть ваши родители хотели быть идеальными родителями, получается, стыдились того, что, ну, как мне кажется, у них не получалось, то есть у них не получалось быть, ну, идеальными родителями. Вот, они испытывали стыд, и они этот стыд, получается, значит, приписали вам. Вот. Собственно, вы этот стыд сейчас вот сами замечательно, сами замечательно чувствуете. Вот. Вот. То есть это получается проблематика одного, того, что я не идеальный родитель. А когда я делаю что-то для себя, это автоматически что-то плохое. Вот. То есть для себя делать ничего я права не имею. Вот. То есть вы ждали... То есть почему... Почему травма? Откуда травма? Травма из позиции, что родители только для меня. Травма из позиции, что я только для своего ребенка. Это подводит нас к тому, что если я только для своего ребенка, то, как бы, ребенка нельзя оставлять одного, соответственно, вы, так же как и родители ваши, находитесь в одной... ну, в одной комнате. Вот. Вот. А... Вызывает... Вызывает вопрос, да? Какой... Вот какой момент. Вы говорите о том, что вы с родителями жили в одной комнате. Но вы-то... Почему с ребенком в одной комнате? Кроме того, вы описываете... Судя по всему... Эээ... Ситуацию, когда вы... Эээ... Эээ... Развелись... Эээ... Со своим мужем. Или... Как минимум, ваше... Ваше отношение... Не сложились... Между вами... Эээ... Эээ... Ну, мужчиной, отцом... Эээ... Ребенка. Вот. По крайней мере, мне так показалось. Эээ... 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 Может быть, опять же, след... Следствием того, что... Эээ... Вы пытаетесь... Мой матерью... То здесь... Эээ... Ключевой момент в том, что я плохая мать. Даже как у ваших родителей, они боялись, как я уже сказал, быть плохими родителями. Скажите, а... Что такого страшного в том, что вы будете плохой матерью? Эээ... 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 что-то. Вот. Вы же, если я правильно вас понял, вы же объяснить ребёнку своему готовы что-то или нет. Не потому ли вы так прячетесь, не потому ли вы так боитесь, что где-то в глубине души понимаете, что сами тоже ничего ребёнку не объясните. Вот. Согласитесь, довольно интересный получается момент. Да, такой вот. Несколько просто выдачи. Если бы вы знали, например, что, ну, увидит ребёнок что-то, ну, вы, так скажем, объясните ему и всё. Проблема будет решена. Но ничего такого не происходит. Вы боитесь объяснений и боитесь быть плохой мастерой. А до этого, вероятно, боялись быть плохой дочерью. Как мне кажется. Вот, собственно говоря, тот аспект, который, как мне кажется, нужно учитывать. Если мы говорим о вашей ситуации, то есть здесь получается, вот вы пишете, что у вас невроз навязчивых состояний, откуда вы это, кстати говоря, узнали, да, то есть у вас, как скажем, диагноз, это у вас личные подозрения, что вот, ну, что у вас невроз навязчивых состояний. То есть это тоже хотелось бы, конечно, как-то прояснить, хотелось бы как-то это выяснить. Вот. Но я думаю, что причина, причина того, что вы, того, что с вами происходит точнее, я думаю, сейчас более-менее причина это вам должна стать понятней, ясней. И, соответственно, нужно с этим работать, но хочется обратить внимание на то, что вы как бы не формируете для себя, точнее, для нас вопрос, вы не формируете то, чего вы хотите. То есть да, вы пишете, вас беспокоит иррациональное чувство вины. Чувство вины, вообще говоря, это обращенная на себя злость, обращенная на себя агрессия, защита. Вот. И как бы связано это вероятно с тем, что в глубине души вы понимаете, что быть хорошей матерью невозможно, но запрещаете себе это. И отсюда чувство вины. Я думаю, что вам нужно выбрать себе психолога и начинать работать с ним. Вот. Мне представляется это так. Потому что подобная проблематика не решается советами, не решается каким-то вот одним ответом. Терапевтический процесс здесь не представляется обстоятельным. На этом все. Надеюсь, что постел помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.